МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас. Сегодня вы увидите... О сроках смены летней резины. Дорожные опасности на мостах и путепроводах. Финал Кубка России по автомобильному кроссу. Приближение холодов обязывает водителей к большей осторожности за рулем. Что нужно учитывать при околонулевых температурах? Начнем с того, что уже пора переходить на зимние шины, не выгадывая для летней резины последние теплые деньки. Умные люди переобули свои автомобили еще до первого снега, который, кстати, наделал немало бед как в Омске, так и на дорогах области. В связи с постепенным понижением температуры, не забывайте проверять давление в шинах и при необходимости делать подкачку. Если замеры производятся в теплом помещении, смело добавляйте к рекомендованному значению 0,2 кг на квадратный сантиметр. Выйдите на холод и будет как раз то, что нужно. Но сегодня у нас речь о другом. Об особенностях поведения автомашин на мостах, эстакадах и путепроводах. Эти участки дорог становятся очень опасными в ночные и утренние часы, если говорить о наступившем сезоне. Сейчас, даже если ударит легкий морозец или пройдет небольшой снежок, поверхность асфальта пока еще сопротивляется образованию гололеда. Тепло, идущее от земли, способствует подтаиванию и высыханию проезжей части. Но вот там, где земли нет, ситуация меняется не в лучшую сторону. Открытые всем ветрам, насквозь продуваемые металлические конструкции бетонные балки остывают намного быстрее. Вот и получается, что при въезде на мост либо виадук мы можем внезапно попасть на участок сильнейшего гололеда. Для обеспечения безопасности полезно действовать следующим образом. Во-первых, необходимо строго соблюдать предписанный скоростной режим согласно действующему ограничению. Во-вторых, перед въездом на опасный участок нужно выбрать свободную полосу и не менять ее до окончания спуска на грешную землю. Помните, любое неосторожное движение рулем, тем более шараханье из ряда в ряд, может спровоцировать занос автомобиля. Катитесь себе ровненько, не спеша и, скорее всего, напрягаться вам не придется. На скользкой дороге, как известно, не следует резко тормозить или прибавлять газ. Ведь любое тяговое либо тормозное усилие ослабляет хватку протектора в контакте с опорной поверхностью. Поэтому, если очень скользко, перед подъемом на мост чуть-чуть наберите ход и затем вкатывайтесь на вершину с минимальной подачей топлива. Скорость, естественно, снизится, и это даже хорошо, поскольку потом с горки машина сама понемногу раскатится. Разумеется, как и везде в гололед, на всякий случай нужно поддерживать увеличенную дистанцию. Хочу предостеречь тех, кто ездит на механике, от опасности включения низшей передачи и резкого отпускания педали сцепления при попытке торможения двигателя. На очень скользкой дороге тормозной момент на ведущих колесах может оказаться слишком большим, отчего шины начнут проскальзывать. Такая частичная блокировка способна вызвать резкий снос передней оси либо занос задней части машины в зависимости от типа привода. Именно по этой причине, именно в этом месте мой товарищ в свое время разбил ВАЗовскую шестерку. Давайте учиться на чужих ошибках. Будьте особенно осторожны на мостах, эстакадах и путепроводах. Этой теме, если не 80 лет, то уж 50 или 60 – это точно. Давайте вспомним еще раз про особенности использования зимней авторезины. Большинство благоразумных водителей загодя сменили летние шины на зимние. Тем не менее, кому-то еще предстоит в срочном порядке покупать новые ошипованные колеса. Напомню, чтобы новенькие шипы покрепче усели в своих гнездах, свежайшую зимнюю резину следует правильно обкатать. Поэтому первые 200-300 километров надо по возможности ездить не спеша, избегая резких поворотов, а также интенсивных ускорений торможений. Впрочем, плавный стиль вождения будет приветствоваться всегда и везде, в любое время года. Но аккуратная первичная обкатка шипов точно повысит шансы на их сохранность. А вот так называемые липучки, наоборот, вначале желательно немного помучить, потерзать, чтобы содрать с их поверхности запекшуюся твердую корочку. Пшинники так и говорят. Новый протектор надо сделать шершавым, зашероховать. Вот тогда и сцепление поверхности с обнажившимся более мягким слоем протектора станет максимально возможным. Ну а если ваши зимние шины эксплуатируются уже не первый сезон, неплохо бы помнить о критических параметрах износа. Первое. Глубина канавок протектора должна составлять не менее 4 миллиметров. Второе. В ошипованном варианте недопустима потеря свыше одной трети шипов на любом колесе. И то, утраченная треть или около того, это, на мой взгляд, слишком много. Будет правильно, если перед зимой вы проверите давление в запасном колесе. При необходимости подкачайте его, ведь не ровен часа, вдруг оно когда-нибудь понадобится. Ладно, ежели вы постоянно возите с собой компрессор, а так из-за пустой запаски можно попасть в крайне неприятную ситуацию. Желаю вам только безаварийной езды круглый год по любым дорогам. Врачи не зря говорят. Многие серьезные болезни гораздо легче предупредить, нежели потом их лечить. Ровно то же самое можно сказать и про автомобильный двигатель. На наших дорогах встречается немало автомашин, владельцев которых донимает повышенный расход масла. Как известно, путей попадания масла в камеру сгорания и потом в выхлопную трубу обычно всего два. Один снизу, другой сверху. Снизу, через сопряжение, цилиндр, поршень, кольцо. Сверху, через маслосъемные колпачки на направляющих втулках клапанов и, собственно, через сам зазор между втулкой и клапаном. Когда износ деталей становится слишком большим, дело доходит до появления сизого дыма из выхлопной трубы. Если текут маслооторожательные колпачки, то характер дымления таков. Сбросил газ, притормозил двигателем, а затем вновь нажал на акселератор. В ответ на это из трубы вылетает облачко сизого дыма. Та же картина наблюдается при открытии дроссельной заслонки после работы мотора на холостом ходу. Причина понятна. За время работы в режиме холостого хода масло успевает натечь в надпоршневое пространство по стержням клапанов. А вот при критическом износе цилиндров, колец и поршней, либо при закоксовывании тех же маслосъемных колечек, дымок синего цвета может быть не столь интенсивный, но зато хорошо видимый при работе двигателя под нагрузкой. Это так, информация к размышлению. Но помните, о чем я говорил в начале? О том, что серьезную неисправность, как и болезнь, нельзя запускать до опасного состояния. Давайте посмотрим, к чему может привести пренебрежение сигналами износа. Все начинается с малого. Постепенно задубели и износились рабочие кромки сальников клапанов. Они же и именуются маслоотражательными колпачками. Сюда же добавился износ самой направляющей втулки вместе с постепенным увеличением выработки на стержне клапана. Из-за ненормальной поперечной болтанки на клапане скапливается большое количество маслянистого нагара в виде так называемой шубы. Ну, здесь ее не так много. Объясню почему. Пока водитель ездит не спеша в ползучем городском темпе, шуба находится на своем месте. А когда водитель выбирается на трассу и нажимает на газ, то от продолжительной нагрузки и высоких оборотов шуба из нагара раскаляется, потом вспыхивает и как газовым резаком насквозь прожигает клапан. Заодно от перегрева может разрушиться и само седло. Его куски примерно вот так калечат стенки камеры сгорания и днище поршня. Что называется, картина маслом. Приехали. А ведь все начиналось с необходимости простой замены копеечных резиновых колпачков. Точно так же можно загнуть клапаны при их встрече с поршнями и тем самым серьезно повредить мотор вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ либо чрезмерной вытяжки цепи в приводе механизма. К чему это все говорится? Да к тому, что не надо ездить до аварийного разрушения деталей сильно изношенного мотора. При появлении нехороших симптомов, в частности повышенного расхода масла, надо волевым решением останавливать эксплуатацию захворавшего авто и немедля приступать к планово-предупредительному ремонту. Сегодня не надо бояться сложностей, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Для высококачественного ремонта и восстановления основных компонентов мотора существует предприятие «Автокорп». Большой производственный корпус, расположенный на улице Пархоменко в Чкаловском поселке, хорошо известен техническим специалистам не только в Омской области, но и за ее пределами. Сюда везут на ремонт коленчатые валы, головки блоков, шатуны, карданные валы и сами блоки цилиндров, а также иные ответственные детали. Здесь выполняется росточка, шлифование, хонингование, сверление, фрезерование, гильзование, опрессовка, балансировка и ряд других важнейших операций, которые могут потребоваться для достижения необходимого результата. Знания и опыт ведущих специалистов «Автокора» позволяют решать не только привычные, но порой и совсем нестандартные задачи, связанные с точной механической обработкой. Например, настоящим спасением от финансового краха для многих автовладельцев является полноценное восстановление фактически уже забракованного алюминиевого блока цилиндров. Если обратиться с такой бедой в «Автокор», то глубокие забиры в зоне работы поршней уже не станут окончательным приговором. Сегодня отличным техническим решением является запрессовка специально изготовленных тонкостенных чугунных гильз. Таким образом, в «Автокоре» дают новую жизнь очень дорогостоящей и дефицитной основе мотора. Разнообразный станочный парк, а также наличие множества приспособлений, специнструмента и другой необычной оснастки обеспечивают широкие возможности в плане восстановления и ремонта. К примеру, наличие современного обрабатывающего центра позволяет быстро и точно создавать идеальные фаски для работы каждого клапана. Это факт. Здесь на каждом рабочем месте есть свои интересные технические изюминки. Кстати, когда вы будете покупать для своего мотора новый комплект клапанов, обратите внимание на следующие обстоятельства. Если взять в руки небольшой магнит, то он должен прилипать к тарелкам только впускных клапанов. А при приложении к тому же месту на выпускных клапанах он должен непременно отваливаться. Ну, конечно, при условии, что это качественная деталь. Секрет в жаропрочном сплаве, который содержит большое количество никеля, хрома и марганца. Он не реагирует на магнитное поле. Но когда магнитик охотно липнет и к впускным, и к выпускным клапанам, знайте, перед вами подделка. И с такими деталями мотор долго ходить не будет. Такие нюансы полезно знать. Однако подбор качественных комплектующих для окончательной сборки двигателя это уже совсем другая история. В завершение напомню о том, что неважно, на какой технике эксплуатируется двигатель внутреннего сгорания, который вы собираетесь капитально отремонтировать. Легковой автомобиль или грузовик, комбайн или внедорожник, катер или трактор, дизель или бензин. Очень многое можно вернуть в нормальное техническое состояние силами специалистов автокора. Адрес предприятия. Улица Пархоменко, 9. Справочный телефон 53 68 28. В городе Новокузнецке в первых числах октября состоялось впечатляющее спортивное событие. Финал Кубка России по автокроссу это своего рода итог многомесячной работы сотен людей из разных уголков страны, нацеленной на подготовку сильнейших автокроссменов к битве за престижный титул. 60 пилотов из четырех гоночных классов собрались на Кемеровской земле, чтобы доказать, кто же из них в этом году окажется самым лучшим. Надо сказать, что автогонки в Новокузнецке, особенно в последние годы, проходят на очень высоком уровне. На протяжении всего масштабнейшего двухдневного действия бурю эмоций и накал страстей успешно поддерживали два великолепных спортивных комментатора. Опытнейший Владимир Михайлович Захаров и Михаил Соколов работали с полной отдачей, в том числе и в режиме прямой трансляции. Вот лишь один из эпизодов. Перед чередой самых главных стартов ценные наставления для участников омской команды успел дать наш прославленный земляк, мастер спорта Александр Фабрициус. А ведь иногда дельный совет становится прологом к успеху. И буквально в каждом заезде от сигнала стартовых зеленых огней вплоть до отмашки клетчатого флага на финише. На трассе кипела яростная борьба. На грани предельных возможностей автомобилей и часто просто за гранью. Такого количества вылетов и опрокидываний зрители не видели давно. Впрочем, и скорости тоже были нешуточными. Например, перед высоченным подъемом спортивные УАЗы успевали разогнаться до 120 км в час. А в классе Супер 1600 и в Д2Н машины кое-где начались еще быстрее. Впрочем, и участники любимой многими категории Д2К тоже, что называется, давали жару. Отчаянная езда нередко приводила к фатальным ошибкам. Сходы спортсменов с дистанции следовали один за другим. Только в омской команде перевернулся Егор Стадник. Потом Сергей Скутельский. А вице-чемпион России Александр Харченко сделал сразу три полных оборота через крышу. Досталось и омским пилотесам, маме и дочери. Вот так убрали с дистанции машину Татьяны Тарубары. Автомобиль младшей, Лизы, тоже серьезно пострадал. А уж количество погнутых и сломанных приводных валов в закрытом парке с трудом поддается подсчету. Поэтому самоотверженная работа механиков не прекращалась ни днем, ни ночью. Вот, например, так обрабатывали спецсоставом арки колес для предотвращения налипания грязи. Пользуясь случаем, сердечно поблагодарю замечательную обскую компанию «Юнигаз» за бесценную помощь и многолетнее участие в гонках. Кстати, финальные состязания за право обладания Кубком России еще раз наглядно доказали, что фирменный сотый бензин с маркой «Юни-Премиум» ничуть не уступает специальным видам топлива с октановым числом 102 и 105. Это подтверждают и замеры на стенде, и динамика разгона моего автомобиля в сравнении с именитыми соперниками. Если брать весь временной интервал, то три дня состязаний в Новокузнецке пролетели на одном дыхании. Особенно для тех, кто был непосредственно задействован в организации этого разнопланового шоу на открытом воздухе. Нельзя не отметить личное участие и колоссальный вклад в автоспорт двух известнейших людей – Романа и Александра Говора. Их успехи во многих делах налицо, но это, как говорится, отдельная история. Окончательные результаты соревнований будут опубликованы после завершения работы Технической комиссии Российской Автомобильной Федерации. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что обладателем Кубка России в категории Д2Н стал амич Александр Харченко. Другой омский спортсмен Сергей Елизаров теперь является бронзовым призером среди пилотов класса Д2К, что тоже весьма и весьма почетно. Правда, среди участников категории Супер-1600 на этот раз у омичей особых успехов не было. Зато в классе Т1-2500 вашему покорному слуге удалось войти в пятерку лидеров. Ждем новых событий и новых побед на российских гоночных трассах. На сегодня это все. Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам только счастливого пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова